Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня я начинаю цикл видео лекций, созданные мною в процессе дистанционного обучения. Эти лекции не привязаны ко времени, не привязаны к длительности лекции, то есть материал будет излагаться столько, сколько необходимо. Эта лекция начинает раздел «Противомикробные, противопаразитарные и противоопухолевые средства». Данный раздел начинается с лекции, посвященной антисептикам и дезинфицирующим средствам. Вообще, многие студенты очень плохо воспринимают этот раздел, и им трудно правильно охарактеризовать эти группы. И начинают они всё это с применения этих средств. И, соответственно, нарушают традиционный наш порядок описания лекарственных средств, начиная с групповой принадлежности, механизма действия, фармакологических эффектов и только, наконец, показания и противопоказания к их применению. Поэтому мы начнём с места антисептиков и дезинфицирующих средств среди других противомикробных средств. А именно, что объединяет антисептики и дезинфицирующие средства? Это и химически агрессивные вещества, вступающие в реакцию с белками, вызывая их необратимую денатурацию. В результате этого нарушается функция мембран, нарушается функция ферментов и так далее. Это приводит к гибели клеток, причём, подчёркиваю, любых клеток, с которыми эти вещества будут контактировать. Следовательно, эти средства обладают, во-первых, как правило, универсальным противомикробным и бактерицидным типом действия, являются высокотоксичными для человека и применяются исключительно наружно. А в противоположность им другая группа химиотерапевтических средств влияют на метаболические реакции отдельных групп микроорганизмов, что приводит, соответственно, к расстройству этих метаболических реакций и гибели микроорганизмов или замедлению их размножения. Учитывая то, что эти метаболические реакции очень значительно отличаются у разных групп микроорганизмов, так как мы вспоминаем, что бактерии – это одноклеточные растения, простейшие – это одноклеточные животные, грибы – это, соответственно, царство грибов, простейшие – это, соответственно, одноклеточные животные, а гельминты – это черви и так далее, вирусы – это вообще, по большому счёту, даже неклеточные организмы. Поэтому для каждого из них необходимо подбирать индивидуальные лекарственные средства с влиянием на те или иные метаболические процессы. Следовательно, эти средства не могут быть абсолютно, так сказать, уничтожены одинаковыми лекарствами и средствами. Соответственно, будет избирательность по отношению к тем или иным группам микроорганизмов или паразитов. Следовательно, учитывая то, что этих метаболических реакций у человека, скорее всего, нет, они являются, соответственно, малотоксичными и могут применяться уже резорктивно, что не исключает, однако, их наружное применение. Более того, среди них могут быть средства высокой токсичности, которые применяются только наружно. Ну, в данном случае, исключение подтверждает правило. Вот, соответственно, химиотерапевтические средства делятся по их, так сказать, способу получения на синтетические химиотерапевтические средства, которые получены исключительно синтетических путем и не имеют природных аналогов, и антибиотики, которые получаются обычно из лучистых грибков и реже из других микроорганизмов. Далее, необходимо провести границу между антисептиками и дезинфицирующими средствами. Следует сразу сказать, что принципиальной разницы между ними нет. В целом, они, обе эти группы, классифицируются по химическому строению. Другое, и, в общем-то, разница между ними зачастую лежит в области дозы концентрации, точнее, в, так сказать, обрабатывающем растворе или, так сказать, другой лекарственной форме. Соответственно, антисептика – это что? Более-менее токсичные вещества или применимые в меньшей концентрации для обеззараживания кожи, слизистых, лечения ран, язв, ожогов, промывания полостей тела с последующей эвакуацией их оттуда. Вот. И так далее. А дезинфицирующие средства, они либо более токсичные, либо более дешёвые, то есть, что их можно производить в большем количестве или применённые в большей концентрации для обеззараживания, соответственно, инструментов, белья, предметов обихода, помещений, выделений больных. Некоторые из них могут даже быть в военных целях применены, с целью, так сказать, уничтожения отравляющих веществ. Но так или иначе, мы не допускаем их контакта с телом человека. Соответственно, может возникнуть вопрос. Если антисептики и дезинфицирующие средства обладают универсальным антимикробным действием, бактерицидным эффектом, как правило, то есть, что основные эффекты одинаковы, согласно которым мы их классифицируем, то зачем нам столько групп антисептиков? Может быть, стоит выбрать какие-то из них лучшие и, так сказать, остальные антисептики убрать из применения. Но ответом на этот вопрос будет, что каждый антисептик, особенно, обладает какими-то сопутствующими эффектами, которые, так сказать, обеспечивают его применение для тех или иных целей. То есть, может быть, это для лечения ран, может быть, это для каких-то других целей. Соответственно, эти сопутствующие эффекты тоже используются в лечении, либо, наоборот, являются отрицательными. Соответственно, далее мы будем характеризовать антисептики согласно этим эффектам. Итак, какие сопутствующие эффекты антисептиков возможны и для чего мы их можем применить? Мы их условно разобьём на несколько подгрупп по, так сказать, применению этого эффекта, его характеристики. Первый эффект, первая группа эффектов, они связаны с образованием альбуминатной плёнки на поверхности ран, язв, ожогов и так далее. Первый эффект нам уже хорошо знакомый, это вяжущий эффект. Он будет нужен как раз для лечения открытых поверхностей, такие как ссадины, ожоги, язвы. Он характеризуется образованием плотных альбуминатов. Ну и, значит, с повышением дозы, либо у некоторых антисептиков, просто ввиду их характеристик, альбуминаты становятся рыхлыми, и этот эффект называется прижигающим. Соответственно, оба эти эффекта применимы, особенно вяжущий, так как защитная альбуминатная плёнка, во-первых, она препятствует эксцедации, потере белков, электролитов, кроме того, она обеспечивает обезболивающий эффект при применении этих средств. Поэтому этими средствами мы широко будем пользоваться при влечении данных состояний. Следующая группа эффектов связана с очищением или заживлением раны. Первый эффект это очищающий, то есть в результате либо вспенивания, либо поверхностно-активных свойств, рана очищается от гнойного содержимого, облегчается отслоение присохшей повязки и другие моменты. В том числе этот эффект может быть интересен для очистки инструментов от крови, так сказать, перед последующей их стерилизацией или, так сказать, обработкой другими антисептиками или дезинфицирующими средствами. Следующий эффект, два эффекта точнее, они, как правило, дозозависимы. И в малых дозах эффект кератопластический, то есть стимуляция заживления и стимуляция образования эпителия на поверхности. И второй эффект кератолитический, то есть он ведет к тому, что, значит, ткань расплавляется, происходит деструкция, причем это идет в основном в отношении тканей омертвевших, так сказать, гнойного содержимого и так далее. Соответственно, этот эффект может проявляться в разных местах по-разному. Первая группа, так сказать, проявлений, это когда имеется неповрежденная в целом поверхность кожи, но на коже имеется избыточный роговой слой, как, например, вот у стоматологов такая есть патология, как хейлит, когда на поверхности губ, так сказать, повышенная толщина корного покрова, это все приводит к трещинам там и так далее. И второй момент, это, допустим, размягчение мозолей, которые таким образом потом, после проведения сеанса, так сказать, лечения этими средствами, будет легче соскоблитель удалить каким-либо другим способом. Ну и, наконец, косметология. Это так называемые косметические скрабы, то есть, чтобы сделать кожу визуально молодой, мягкой там и так далее. Если же это касается ран, то здесь немного другая ситуация. Мы уже учим с вами на хирургии, что есть понятие первичной хирургической обработки ран. Однако, бывают ситуации, когда нам нужно вскрывать гнойники хирургическим путем, то есть, гной находится под кожей в подковной клетчатке и так далее. Бывают ситуации, когда гной, он вот весь на поверхности. Например, там, вульгарная эктима или открытая рана, покрытая гнойным отделяемым, гнойной корочкой. Соответственно, в таких открытых ранах нам выгоднее произвести так называемую химическую некректомию. То есть, когда мы накладываем повязку с соответствующим антисептиком, и он просто всё это растворяет, расплавляет, и в результате мы вместе с повязкой по следующим удалим все эти некротические массы. Один-два сеанса, и наша рана уже чистая. Её можно промывать и лечить уже другими средствами, заживляющим эффектом. Также у нас имеется эффект дезодорирующий, который направлен на устранение неприятного запаха. Он бывает разный. Это может быть связано и с, допустим, со связыванием аммиака, который, так сказать, выделяется в процессе тех или иных, гнойных или иных процессов рани. Это может быть устранение запаха пота, может быть связано и с уменьшением секреции желез, и тому подобное. То есть это не обязательно раневой процесс, это достаточно более широкое понятие, в том числе у нас есть косметические дезодоранты, где это тоже соответствующим образом применяется. Следующая группа эффектов, так называемые противоотечные и противовоспалительные эффекты. Соответственно, есть понятие гигроскопического эффекта. То есть это эффект, по сути дела, способность поглощать, основанная способность поглощать влагу из воздуха. А в наших условиях это ещё и позволяет вытягивать жидкость из отёчных тканей, уменьшая их, соответственно, объём, и таким образом способствуя положительному течению раневого процесса. Следующий эффект, он подсушивающий. То есть, например, мы имеем грибковое поражение кожей, или там стопы и так далее. За счёт этого, при этих процессах, обычно мы видим, что помимо боли, зуда, мы видим обильное выделение из раны, а часто даже и не видим раны как таковой, но вот это вот такое вот мокнущее повреждение. И, соответственно, подсушивающий эффект некоторых средств будет как раз позитивным при таких грибковых поражениях. А вот эта вот мокнущая среда, она как раз является благоприятным средой для развития грибка. Если мы уменьшаем это мокнутие, то, соответственно, мы способствуем уничтожению грибка таким же образом. Следующий эффект раздражающий. То есть, это эффект, напоминающий эффект горчичника. Но, может быть, несколько в уменьшенном виде. Соответственно, раздражаются рецепторы кожи, увеличивается местное кровообращение ткани. Соответственно, этот эффект имеет два последствия. Значит, первый результат положительный. То есть, если мы видим, что у нас, допустим, созревает форункул. С чего всё начинается? Начинается с того, что на этом месте появляется покраснение и инфильтрация тканей. И гной появится только, может быть, через некоторое время. Соответственно, если мы этот эффект применим в данном случае, то мы получим, что это два направления. Первое. Если на ранних этапах, то это может быть даже без нагноения, данный инфильтрат рассосаться. Если же это случилось позже, то этот гнойник может, соответственно, ускорить процесс нагноения и его прорыв наружу. Соответственно, если прорыв, то тут надо тоже знать анатомию. В одних случаях это может быть прорыв наружу, а в другом случае это может быть как раз отрицательный эффект, когда нагноение пойдёт не наружу, а пойдёт вглубь под клетчаточным пространством с образованием флегмоны. Поэтому средства, у которых этот эффект присутствует, мы применяем с некоторой осторожностью и чётко представляем, чему всё это дальше может повести. С другой стороны, мы можем применить этот эффект и в другом, так сказать, приложении. А именно, когда мы уже имеем вскрывшийся гнойник, но вокруг него присутствует перифокальная реакция в виде покраснения, а также реакция по лимфатической системе. То есть, когда мы имеем соответствующую дорожку лимфангоита, то есть воспаление лимфатических сосудов, и увеличенные региональные лимфоудлы, то есть лимфоденид. Соответственно, вот эти вот перифокальные реакции мы тоже можем лечить с помощью антисептиков со раздражающим эффектом, путём наложения, допустим, ватно-марлевой повязки с этим антисептиком, вокруг, то есть, в основном очаге, допустим, один антисептик, а вокруг другой антисептик, что тоже может быть полезным. И, наконец, полностью отрицательные эффекты, в основном, они, конечно, свойственны уже не антисептикам, а дезинфицирующим средствам, это способность испортить обеззараживающие предметы путём либо их окрашивания, либо коррозии металла, то есть, когда появляется оксидная плёнка, либо потеря окраски предмета, то есть, отбеливания. Теперь мы можем перейти к классификации антисептиков. Как я уже говорил ранее, она производится исключительно по химическому строению, и эта классификация не является специальной для антисептиков и для дезинфицирующих средств. Она общая. Соответственно, в каждой подгруппе могут встречаться и антисептики, и дезинфицирующие средства, либо просто-напросто их применение будет определяться концентрацией. Итак, мы делим их на две большие группы. Это галогенцы, это неорганические антисептики, и органические антисептики, хотя в некоторых случаях это деление может быть довольно относительным. Среди неорганических антисептиков мы выделяем галогенцодержащие, то есть в результате взаимодействия с чем-то, либо с водой, либо с тканями, происходит выделение галогенов, которые, так сказать, оказывают свой обеззараживающий эффект. Второе, это соли тяжелых металлов, окислители, кислоты и щелочи, но здесь, в общем-то, граница относительная. Эти средства могут быть как неорганическими, так и органическими кислотами, соответственно. Ну и, наконец, абсолютные органические антисептики. Они включают в себя олифатические соединения, то есть с прямой углеродной цепью, это глигиды и спирты. Ароматические, когда имеется бензольное кольцо в структуре, и, соответственно, мы еще и называем группа фенола. Есть бигуанида, но это очень маленькая группа, группа красителей. Интересная группа производных нитрофурана. По сути дела, это химиотерапевтические средства, скорее, все-таки, чем антисептики. Но, тем не менее, некоторые препараты вошли и в эту группу. Ну и, наконец, детергенты. Это самая современная и самая популярная группа на сегодняшний день. Они по химическому строению делятся на неонные, катионные и амфотерные. Ну, об этом мы, так сказать, дальше поподробнее поговорим. Итак, переходим к описанию первой группы, а именно галоген содержащих антисептиков и средних хлорсодержащих средств. Соответственно, механизм действия у этой группы общий. Они все являются нестойкими соединениями хлора, которые обычно хранятся в сухом виде, а непосредственно перед употреблением растворяются в воде, где они распадаются с образованием свободного хлора и хлорноватистой кислоты. Соответственно, хлорноватистая кислота также впоследствии распадается с образованием свободного хлора и кислорода. И эти вещества являются окислителями, мощными окислителями, которые окисляют белки путем взаимодействия преимущественно с аминокислот, так сказать, аминокислот, содержащихся в белке, и вытесняют водород. Все это приводит к денатурации белка. Это средства, как правило, высокоэффективные, и, соответственно, эффективность их определяется содержанием активного хлора в водных растворах. Соответственно, выделение хлора происходит в воздух из раствора, поэтому мы имеем постоянно запах хлора от этих веществ после растворения. Причём этот запах хлора тем более значительный, чем эти средства являются более, так сказать, активными в плане концентрации активного хлора. Поэтому некоторые из них могут быть, скажем, опасными для дыхания и могут вызывать отравление хлором, особенно если с ними работать в закрытом помещении. Соответственно, эффективность их высокая, но длительность действия у них довольно ограничена, что, в общем-то, является их позитивным моментом в плане именно дезинфекции. То есть они достаточно быстро распадутся и, так сказать, их активность исчернет. Даже, так сказать, не потребуется их удаление. Кроме того, для них характерны моющие свойства и дезодорирующие. Так что мы с вами довольно часто встречаемся в быту с различными, так сказать, средствами бытовой химии, в основном для мытья унитазов, которые тоже содержат хлор, содержащие, так сказать, дезинфицирующие средства. И они у нас хорошо отмывают, соответственно, унитазы, плитку и так далее. Но мы должны иметь в виду, что с ними нужно работать в резиновых перчатках. И нужно, чтобы помещения после этого были хорошо проветриваемые. Или, по крайней мере, ограничить наше пребывание в этих помещениях по времени. Проведем сравнительную характеристику хлоросодержащих средств в зависимости от концентрации активного хлора по мере убывания. Самым мощным средством является двертья основная соль гипохлорита кальция, или она также известна в военной медицине под аббревиатурой ДТСГК. Там 47-52% активного хлора. Соответственно, оно в основном применяется для защиты от химического и бактериологического оружия. То есть, обработка техники и обработка, так сказать, химзащитных костюмов после пребывания в зоне, соответственно, химического или бактериологического загрязнения. Конечно, ни в коем случае нельзя допускать контакта с кожей человека. Можно этими средствами обеззараживать выделение больных, но очень быть осторожными в работе, так сказать, в закрытых помещениях. И желательно работать в противоганах. Следующая, в общем-то, ушедшая из применения, так называемая, хворная известь, 32% активного хлора, тоже, так сказать, в сухом виде хранится, раньше применялась для дезинфекции помещений и выделения больных. Оба эти средства, описанные, так сказать, очень выраженную коррозию металла дают, поэтому с металлическими предметами желательно, чтобы они не контактировали. Следующий препарат, это хлорамин, 25-29% активного хлора. Этот препарат уже может быть в ограниченном времени контактировать с кожей человека. То есть, в данном случае, каким образом? Если мы, допустим, осматривали инфекционного больного, то после выхода из бокса, соответственно, мы сполоснём руки этим раствором и после этого помоем руки уже, так сказать, с мылом, как обычно. Можно проводить этим веществом дезинфекцию неметаллических инструментов, выделение больных и обработку помещений. Но надо учесть, что будет эффект тоже коррозии металла при длительном контакте, будет эффект отбеливающий в отношении одежды и так далее. Поэтому, так сказать, контакт должен быть ограничен. Ну и следующий препарат с самым малым количеством активного хлора, это пантоцит. Он выпускается в таблетках и предназначен для хлорирования воды или, как в военной медицине, для обеззараживания воды в полевых условиях. То есть, если военная медицинская служба или служба чрезвычайных ситуаций в полевых условиях не имеет хорошего источника воды и вынуждена брать воду, допустим, из реки или из озера, то, значит, в этом случае мы перед тем, как готовить пищу на этой воде, мы бросаем туда таблетки пантоцида, они, соответственно, обеззараживают, а потом мы подвергаем эту воду уже термической обработке. Понятно, что органолептические свойства воды от этого явно не улучшаются, но, тем не менее, мы таким образом способны себя обезопасить до некоторой степени. Далее, йод, содержащие средства. Это средства, содержащие молекулярный йод, либо в растворах в свободном виде, либо в виде комплексов с органическими веществами. Соответственно, механизм действия заключается в окислении йодом белков путем взаимодействия с аминогруппой и вытеснением водорода. Но, как правило, мы используем йод наружу, но в ряде случаев мы можем некоторые препараты йода использовать в качестве источников йода, допустим, при заболеваниях щитовидной железы, а для некоторых препаратов имеет всасывание йода в кровь, так сказать, с накожного применения. Особенно это имеет значение у детей. Поэтому при длительном применении у них может развиться явление йодизма. Это явление йодизма мы раньше с вами проходили, когда изучали средства, влияющие на функции органов дыхания. И там вот был у нас калий и йодид в качестве откаркивающего средства. И, соответственно, мы знаем, что все галогены, и особенно йод и бром, выделяются через железы, вызывая раздражение. Их и таким образом возникнет потливость, зуд и другие местные эффекты, связанные с выделением йода через железы. Соответственно, эффективность препаратов определяется концентрацией йода. Соответственно, йод обладает выраженным раздражающим и отвлекающим действием. То есть, в принципе, мы можем йодом, с одной стороны, вызвать ожог на месте применения, если концентрация высокая. С другой стороны, мы можем применять йод в качестве, так сказать, такого вот отвлекающего действия. Например, йодная сетка. То есть, когда мы в виде полосок наносим йод на кожу, и будет эффект с чем-то схожим с применением горчичников. При получении концентрации, соответственно, обладает йод прижигающим действием. Кроме того, мы должны иметь в виду, что йод корродирует металлы. То есть, длительный контакт инструментов с любым препаратом йода нежелатель. Это, конечно, не хворсодержащие соединения, у которых коррозия металла возникает весьма быстро. Здесь она возникает не так быстро. Однако, вот свойство сублимации йода, то есть, когда он переходит из твердого состояния в газообразное, дает нам вот два, так сказать, следствия. С одной стороны, йод, даже когда высыхает, так сказать, раствор, может, так сказать, с кожных покровов постепенно испариться и исчезнуть. С другой стороны, если мы поместили в закрытый шкаф флакон, так сказать, с раствором какого-то, так сказать, йодного препарата, даже если мы закрыли этот флакон, имеется большая вероятность того, что пары йода в закрытом, так сказать, так сказать, каком-то камере, приведут к тому, что инструменты, которые находятся в этом шкафу одновременно, со временем, через неделю и больше покроются, так сказать, с ржавчиной. Поэтому надо иметь это в виду. Далее приведем сравнительную характеристику наиболее распространенных препаратов йода. Первый, самый распространенный, это раствор йода спиртовый, или как еще там называют его йодной настойкой. Соответственно, он бывает у нас чаще всего в двух концентрациях. В аптеке мы чаще всего видим 5% раствор йода, а дерматологи, соответственно, разводят его дополнительно до 1% концентрации. И, соответственно, 5% раствор йода обладает выраженным прижигающим действием, поэтому обычно им обрабатывают края раны, в саму рану его не используют, в связи с очень большой болезненностью при нанесении. Значит, 1% светлый такой вот раствор йода применяется при грибковых поражениях кожи, ну и других, так сказать, состояний в дерматологии. Там уже выраженного ожога не наблюдается. Соответственно, 5% раствор, он, так сказать, вызывать будет коррозию металла, выраженную для 1%, это будет не столь свойственно. Следующий вид, это раствор люголя. То есть, йод хорошо растворяется в спирте, а вот в воде он практически нерастворим, но, однако, растворяется в растворах собственных солей, поэтому, соответственно, мы используем раствор йода в растворе йодида калия, что и есть, так сказать, раствором люголя. Причем он бывает просто водный, 5%, это в основном как источник йода при заболеваниях щитовидной железы для внутреннего применения, и есть 1% раствор с глицерином для обработки слизистых оболочек. То есть, благодаря глицерину раствор приобретает такую густоту определенную и хорошо наносится на слизистые оболочки. То есть, можно там полость рта что-то прижигать и так далее. Следующий препарат, это йодонат. Здесь имеется комплекс, как видите, из йода калия и адида, алькилсуфоната и фосфорной кислоты. Он содержит 4,5 или 1% свободного йода и обладает такой определенной мылкостью. Соответственно, им пользуются в основном для обработки операционного поля, значит, перед операцией, разводя в 4,5 раза кипяченой или дистиллированной водой, и после этого, соответственно, его оттуда сразу удаляют путем протирания спирта. Следующий препарат, йодгицерин. Здесь комбинация йода с диметилсульфоксидом и глицерином. Диметилсульфоксид сам по себе является антисептиком группы детергентов, но особенность диметилсульфоксида, то что он хорошо проникает в ткани, причем через неповрежденную кожу, и, соответственно, проводит за собой другие лекарственные вещества. Поэтому комбинации на основе диметилсульфоксида служат для так называемого регионарного введения лекарственных веществ. И таким образом, вот, в йодгицерине, значит, йод будет работать не только на поверхности кожи, а будет проникать и в подкожные слои, соответственно, и в глубину раны, так сказать, глубокие слои раны, таким образом, обеспечивая глубокое действие йода. В то же время, концентрация его здесь существенно ниже, чем в предыдущих, так сказать, препаратах. Повидон йод, комплекс йода с поливинилпиралидона, то есть это вот еще одна, так сказать, комбинация с органическими веществами с весьма небольшим концентрацией 0,1-1% свободного йода в виде растворов и мазей. То есть это препарат с чем-то схожим с более старым препаратом йодаформом, который применяется у лежачих больных для обработки пролежней, трофических язв и так далее. Ну и, наконец, йодинолид, такого синего цвета раствор, когда йод с йодистым калием и поливиниловым спиртом. Концентрация йода 1%, то есть это самый минимально прижигающий препарат. Его можно применять для полоскания горла, для промывания полости мочевого пузыря и так далее. То есть он самый мягкий из препаратов йода. Следующая группа неорганических антисептиков, это соли тяжелых металлов. То есть это, как правило, оксиды, соли и так далее. Они связываются с ульфгидридными группами SH-группами белков, с образованием, соответственно, альбуминатов. И что характерно для этих средств, они, как правило, обладают достаточно выраженным вяжущим действием. Соответственно, образуя пленку защитную на поверхности ран язвы ожога. И таким образом защищая ее. Соответственно, эффективность действия определяется металлом в соли. И, соответственно, по возрастанию минимальное для ртути, и максимальное для алюминия. В высокой концентрации эффект будет прижигающий. Кроме того, надо отметить олигодинамическое действие самой посуды из некоторых металлов, таких как мед, серебро, талии и камень. То есть сама по себе посуда оказывает антибактериальное действие. Но в данном случае это не может быть основой, так сказать, прикладывать эти металлы, так сказать, к кране. А это действие слишком медленное. Но, тем не менее, если вода стоит в этой посуде, то микробы там, как правило, не развиваются. Или, по крайней мере, развиваются очень слабо. Однако мы должны иметь в виду, что многие из этих, так сказать, солей тяжёлых металлов при резорбтивном введении, либо всасывании через кожные покровы оказывают, так сказать, ядовитый эффект, а вызывают острые или хронические отравления, о которых мы поговорим далее. Первым представителем солей тяжёлых металлов является соль ртути. В общем-то, соль ртути на сегодняшний день имеет скорее историческое значение и таксилокологическое значение. Растворимые соли очень токсичны. Это, прежде всего, дихлорид ртути и сулема. А аминохлорид и окись жёлтая нерастворимые соли применяются редко в дерматологии и офтальмологии. Поэтому, в основном, мы здесь рассматриваем отравление. Это отравление сулемой, то есть боли по ходу пищевода в области желудка, металлический вкус во рту, острая сердечная недостаточность, кола в шок, характерно медно-красное окрашивание слизистой оболочки рта и глотки, кровоточивость и отёк дёсен, губ, языка. Соответственно, далее через 2-4 дня формируются некротические изменения почек, так называемая сулемовая почка. Соответственно, какие меры помощи? Это молоко внутрь применяется, и другие белковые вещества. Это при переральном отравлении, промывании желудка, плюс сорбенты классические, слабительные, в основном, вазелиновое масло, антидотом, уже при веществу поступившему в кровь, является унитилол, эндатриотиосульфат внутри венма, в качестве симптоматической терапии, наркотические энергетики, сосудосуживающие и другие. Форсированный диурез противопоказан, так как соли в тяжёлых металлах выделяются через почки и поражают почки. То есть мы, соответственно, таким образом только усугубим поражение почек, которое является одним из основных в данной ситуации. Достаточно широко в настоящее время применяются соли серебра. Это в основном серебра нитрат или ляпис, и коллоидные препараты серебра с белками, это протаргол и колоргол. Соответственно, эффекты вещества концентрации, до 2% вяжущий эффект, более 5% прижигающий. Могут применяться при конъюнтивите, трафоме, профилактике блинареи, то есть сифилитического повреждения глаз у новорожденных, для орошения ран, эрозии, промывания мочево-испускательного канала, ну и вот раньше был такое понятие, как ляписный карандаш для прижигания грануляции бородавок. Особенность всех солей серебра, это разлагается под действием света и органических веществ, несовместимых с солями хлора, брома, йода, образуя в воде нерастворимые соединения. Соответственно, помощь при отравлении с солями серебра, промывание желудка раствором натрия хлорида, но нельзя применять сульфаты, так как будет растворимая сульфат серебра. Есть еще некоторые другие соли тяжелых металлов, например, цинкосульфат, применяется как антисептическое средство при конъюнтивитах, ларингитах, уритритах. Ксероформ соединения виспута с вяжущим антисептическим эффектом. Он является компонентом нементо-бальзамического по Вишневскому и как раз вот обладает в нем, дает ему вяжущий такой вот эффект и подсушивающий. Следующая группа это окислители. Механизм действия этой группы заключается в окислении белков атомарным и молекулярным кислородом, которое выделяется в результате взаимодействия данного вещества, как правило, с тканями организма и ферментами. Эффекты зависят от конкретного лекарственного вещества, то есть к ним нельзя сразу применить единообразные, так сказать, фармакологические. Перетесь водорода существует в виде двух концентраций раствора. Аптечная 4% перетесь водорода, которая готова к употреблению, и 30% раствор под названием пергидроль, который служит основой для растворения его, для разведения до необходимой концентрации, а также применяется в некоторых моющих суставах и для удаления крови с инструмента. Соответственно, механизм действия заключается в том, что под действием фермента каталаза, которое присутствует в крови, лимфе и других биологических жидкостях, перекись водорода расщепляется на молекулярный кислород и воду. Соответственно, образуется пена, которая имеет, так сказать, очищающий эффект, то есть наряду с антисептическим эффект очищающий, то есть из поверхности раны удаляется кровь, некоторые легко отделяемые, так сказать, некротические массы, гной и так далее. Это способствует также разматыванию при сокшей повязке, то есть если мы на нее польем перекисью водорода, она, так сказать, постепенно, послойным добавляемым, можем ее размотать. И также определенных образом способствует остановке кровотечений, кроме того, перекись водорода и пергидроль используется в комбинированных составах для удаления крови с инструментом, обычно это в сочетании с каким-нибудь стиральным порошком и с аммиаком. Вот это, кажется, предстерилизационная обработка. Кроме того, обладает дезодорирующим свойством, то есть устраняет неприятный запах и отбеливающими свойствами. В частности, вот если даже немного более крепкая, чем 4%, или тем более пергидроль попадает на пальцы, то мы со временем ощущаем следующее. С одной стороны кожа белеет, с другой стороны происходит эффект покалывания, а при более высокой концентрации возникают ожоги. Соответственно, такой же точно отбеливающий эффект может наблюдаться в отношении красителей на тканях, поэтому перекись достаточно серьезный отбеливатель. Тем не менее, в предвидетельном хранении она расщепляется на свету, поэтому обычно хранят ее в темной шклянке, ну и надо стараться ее прятать от света. Кроме того, она может таким образом расщепляться под действием различных химических и органических соединений. Калио-пермаганат является таким вот мелко-коистолическим темно-фиолетовым и почти черным порошком для приготовления растворов. Механизмом действия является расщепление при соприкосновении с биологическими тканями на атомарный кислород и окись марганца. Соответственно, атомарный кислород является активнее, чем молекулярный кислород перекиси водорода. Кроме того, окись марганца оказывает выраженное вяжущее и дубящее действие. То есть, в этом плане, так сказать, пермаганат калия не будет в такой степени очищать рану, как перекись водорода, но зато он образует достаточно хорошие пленки на поверхности язв и ожогов. Соответственно, высокая окислительная способность калия перманганата дает для него некоторые, так сказать, особенности его применения, а также определенную негативную роль в его судьбе сыграло. С одной стороны, он оказывает инактивирующий эффект на яды, поэтому, соответственно, им можно промывать желудок при отравлении многими ядами. То есть, например, при отравлении морфином, кодеином, фосфором, но, соответственно, неэффективен при отравлении кокаином, атропином и барбитуратами. С другой стороны, вот окисляющие способности калия перманганата позволили использовать его в криминальных целях. С одной стороны, он может быть прикурсором наркотических веществ, то есть, когда наркоманы получают из одних менее активных веществ, более активные, например, с помощью перманата калия окисляют кодеин, высокоактивный наркотик дезаморфин. Кроме того, взаимодействие сухого калия перманганата с некоторыми веществами может формировать взрывчатые смеси. Среди лекарственных веществ это сахар, танин, также с углем и с некоторыми другими, особенно металлами, может формировать взрывчатые смеси. Поэтому применение этого вещества и существенно ограничено в настоящее время. Но, тем не менее, вот он может применяться, если его корректно применять, он достаточно хорошо работает, используя соответствующие концентрации растворов для полоскания горла, промывания ран, смазывания язвенных и ожоговых поверхностей, спринцевания, раньше детей купали в слабом растворе марганцовки и так далее. Главное, не превысить концентрацию, иначе можно получить ожоги. Следующая группа, это кислоты и щелочи. Эти вещества могут быть как неорганическими, так и органическими. Они осуществляют звик PH в кислую сторону и, соответственно, денутурация белка с образованием альбоминатов. Значит, плотность этих альбоминатов различная, соответственно, эффекты могут быть тоже разными. Соответственно, оказывают вяжущий, раздражающий, призыгающий эффект и некоторые другие для конкретных, так сказать, представителей. Перейдем к сравнительной характеристике некоторых представителей этой группы. Итак, кислота борная, один из самых старых представителей, достаточно низкоэффективная, применяя для промывания слизистых оболочек, полоскания полости рта, прелости, при отитах, кальпитах, пиодермии, педикулезе. Также может входить в состав многих различных комбинированных лекарственных препаратов, причем не только антисептиков. Негативными свойствами борной кислоты является хорошее проникновение через кожу и сличестве, особенно у детей, и при проникновении, так сказать, в организме она способна кумулировать. Поэтому при длительном применении с нарушением больных с нарушением функции почек развивается острая и хроническая отравление в виде тошноты, рвоты, диареи, кожных высыпаний, слущивание эпителия, потери сознания, флот дошокового состояния, нарушение функции почек. Соответственно, поэтому применение борной кислоты в настоящее время ограничено. А вот кислота салициловая, пожалуй, один из лучших представителей этой группы весьма интересный. Она может применяться в виде 1-2% спиртового раствора при угревой сыпи в основном и в виде 4-процентной мази. Эффект зависит от концентрации. Помимо антибактериального эффекта, в низкой концентрации до 3%, это кератопластическое действие, то есть способствует регенерации эпителия. А вот концентрации более 3%, это, как правило, кератолитическое действие, то есть то, о чем я ранее говорил, отшелушивание рогового слоя при хиелите, размягчение мозолей, то есть она входит в состав колодия при мозоле. И, соответственно, некротомия химическая, то есть расплавление некротических масс с очищением гнойных ран. Соответственно, учитывая, что мы знаем понятие кислоты ацетилсалициловая и другие салицилаты, то между ними есть определенные сходства в действии, поэтому имеется противовоспалительный эффект у кислоты салициловой. Ну и, соответственно, если мы, допустим, тот же аспирин в виде порошка смазью наложим на рану, вот раз в чем-то таблетку, то мы тоже получим такой вот выраженный кератолитический эффект, то есть, точнее, удаление некротических масс из раны. Кислота азилоиновая во многом похожа на кислоту салициловую, то есть, обладает кератолитическим действием и, соответственно, уменьшает фракцию же свободных жирных кислот поверхность липидок кожи и тормозит прогрессерацию кератоцитов и меланоцитов. Соответственно, наряду с теми же показаниями, что для кислоты салициловой, может применяться при гиперпергментации. Ну и, наконец, раствор амиака. Обычно он в виде 10-ти процентной концентрации раствора, так сказать, продается в аптеке. Обладает антисептическим моющим действием, соответственно, его используют при мытье рук хирурга по сухоходскому корчергену. И, кроме того, он может входить в составы для удаления крови вместе перед водородом и моющими средствами. Кроме того, он может применяться для вдыхания при обмороках. То есть, здесь надо быть осторожными, потому что слишком высокое раздражающее действие амиака при этом может быть как раз привести к остановке дыхания. Далее перейдем к органическим антисептикам. И начинаем с первой группы. лимфатические соединения, то есть соединения с прямой углеродной цепью, к которым относятся алигиды и спирты. Механизм действия данной группы заключается в дегидратации белков протоплазмой микробной клетки. Эффекты разные, но в основном они имеют раздражающий, дегидратирующий и дезодорирующий эффект. Формальдегид он присутствует в нескольких концентрациях в виде 30% раствора. Это его максимально возможная концентрация. Еще для этой концентрации применимо название 100% формалин. Мы все его нюхали в анатомке многократно и он применяется для консервации анатомических макропрепаратов, трупов и так далее. Кистологи применяют 10% водный нейтрализованный раствор, то есть формалин имеет кислую реакцию, они доводят его до нейтрального с помощью аммиака или мела, и соответственно применяется для фиксации гистологических препаратов, то есть кусочек ткани первым делом помещается 10% нейтральный формалин. Этим же раствором можно проводить обработку инструментов и может проводиться газовая дезинфекция. То есть что такое газовая дезинфекция? Мы сами знаем запах формалина весьма крепкий, и если мы его выложим пропитанной тряпки в каком-то помещении, то соответственно закроем все двери и так далее, это будет обработка парами формалина, дезинфекция всего, что там находится. При этом коррозию металла формалин не вызывает, соответственно мы можем так проводить допустим дезинфекцию каких-то животноводческих помещений, так сказать, в этом плане ветеринары его широко используют. Кроме того, мы можем формальдегидом допустим провести газовую дезинфекцию обуви. То есть если вы допустим переболели грибком эпидермофитии стоп, грибковое поражение стоп, вылечились, соответственно что делать с обувью? Обувь можно поступить так, если вы не хотите ее выбрасывать, то вы берете полиэтиленовый пакет, тряпочку смачиваете, формальдегидом створом формалина покрепче, завязываете пакет и отправляете его там куда-нибудь в сарай, на чердак, в гараж и так далее на какое-то время. Чаще всего через неделю все грибки и все бактерии в этой обуви будут успешно подавлены и можно проветрить и пользоваться этой обувью дальше. соответственно этот запах формальдегида может вызывать соответствующие отравления ингаляционные в виде слезотечения, кашля, одышка, психомоторного возбуждения, при переральном отравлении будет бой во рту, за грудиной, при гастральной области, рвота крови, жажда, потеря сознания, цианоз, кома, помощь при отравлении соответственно ингаляция водным паром, насыщенным кистородом, промывание желудка 2-3% раствором аммония, хлорида, уголь активированный внутрь, магния, сульфат, при тяжелых отравлениях форсированный диурез, атропин, промедол, кодеин и так далее. То есть мы в данном случае рассматриваем формульбегид не только как антисептик, но и как важный производственный реагент. То есть эти отравления мы можем с вами не только получить, контактируя с ними как антисептиком, но вы можете иметь необходимость оказывать помощь рабочим, которые работают на производстве, потому что формульбегид является важным промышленным сырьем для производства многих пластмасс, для производства различных клеев, смол и так далее. Вот мы с вами довольно часто можем наблюдать, так сказать, запах формульбегида откуда? после распила панелей ДСП, из которых делается мебель. Там, конечно, концентрация формульбегида небольшая, но если вы, так сказать, свеже заказали мебель, вам придется определенное время понюхать формалин. Спирт этиловый. В данном случае мы рассматриваем его только антисептические свойства, соответственно, и возможная концентрация. Итак, самая высокая концентрация стопроцентный или абсолютный спирт применяется гистологами для обезвоживания кистологических препаратов. Для этого в 96% раствор добавляется прокаленный сульфат меди белого цвета, который постепенно голубеет, выбирая остатки воды из спирта. Максимально возможная концентрация приготовленной спирта это 96% раствор. Он используется для обработки инструментов исключительно. И для обработки кожи он не используется не потому, что вызывает ожоги. Нет, он их не вызывает. А потому, что при этом он закрывает поры кожи, так сказать, взаимодействие с белками. И поэтому он просто-напросто не проникает глубоко в поры кожи. Поэтому для этой цели используется 70% раствор спирта. Кроме того, 70% спирт используется для приготовления всех лекарственных форм на спирту. Это настойки, растворы и также он используется ингаляционно для вдыхания при отеке легких. Меньшие концентрации используются в качестве согревающих компрессов. Это 20% у детей и 40% у взрослых. Ароматические соединения или группы фенола. Механизм действия этой группы заключается в денатурации белков с образованием пептонов. Действия этой группы в основном раздражающие кератолитические и кератопластические эффекты. Ароматические соединения также называют группой фенола. Фенол или карболовая кислота как эталонные представители этой группы был одним из первых антисептиков внедренных в медицинскую практику. Но в настоящее время практически ушел из применения и крайне редко может использоваться 3-5% для раствора инфекции мебели и предметов домашнего обихода больничного белья и выделения больных. И 0,25-1% иногда при кожных заболеваниях сопровождающихся зудом и 0,01-0,05% это консервант сыровых вороток и саппозитория. Соответственно очень малые дозы фенола может встречаться в некоторых других антисептиках в частности в дегте березовом являющихся основой элемента бакалимического повышневского но это совершенно другие концентрации соответственно похожими эффектами обладает лизол и кризол поэтому можно рассмотреть их все три этих соединения вместе в высоких концентрациях то есть когда идет речь о дезинфицирующем растворе фенол легко всасывается через кожу и слизистые неповрежденные вызывая ожоги а также системную интоксикацию кратковременное возбуждение ЦНС угнетение дыхания сердца снижение температуры тела и поражение паэнхематозных органов вот поэтому фенол в настоящее время фактически не применяется в этом плане если сравнивать его с другими антисептиками то наверное лучше всего сравнивать его с хлорсодержащими соединениями которые тоже будут в основном применяться для дезинфекции окружающей среды то есть если хлорсодержащие соединения они быстро достаточно распадаются то фенол так быстро уже не распадается и может быть серьезным фактором загрязнения окружающей среды кроме того фенол может быть не настолько сильно вызывает коррозию то есть его можно достаточно хорошо обрабатывать предметы окружающей среды но опять же после этого его надо смывать потому что так быстро он не распадется кроме того фенол служит теталоном активности других антисептиков и дезинфицирующих средств которые соответственно выражаются в фенольном коэффициенте то есть соответствующее разведение этих лекарственных веществ обказывающие аналогичные дезинфицирующие антисептические эффекты тем не менее другие представители ароматических соединений имеют достаточно широкого применения например резорцин обладает кератопластическим больших дозах кератолитическим эффектом и применяется для лечения кожных заболеваний экземы сиборея клепковое поражение в виде растворов мази и паст деготь березовый это достаточно сложный комплекс соединений включающий себя фенол кризов смолы но концентрация их там невысокая нетоксичная до такой степени как чистый фенол соответственно он обладает и кератопластическим и кератолитическим и раздражающим эффектом соответственно применяться может при кожных заболеваниях чесотки и особое место так сказать находит мазь вишневского элемент бодромический по вишневскому разработан он давно во время второй мировой войны он широко применялся содержит деготь березовый ксероформ и касторовое масло соответственно деготь березовый оказывает вот эти вот эффекты ксероформ оказывает подсушивающее гигроскопическое действие поэтому соответственно в настоящее время в клинике значит элемент бальзамический в основном заменяется другими более эффективными современными антисептиками в то же время в домашней аптечке он еще имеет право быть и в общем-то забывать об этом средстве не стоит он обладает довольно многообразным действием то есть он препятствует склеиванию раны помимо всего способствует заживлению обладает некоторым таким вот иммуностимулирующим действием и кроме того его можно применять отдельно как раздражающий агент мягкий для снятия перифокального воспаления лимфодонита лимфангоита то есть мы можем на саму рано положить другой антисептик а именно бальзамический в качестве такого компресса вокруг для снятия вот этих перифокальных явлений поэтому при ограниченном применении кратковременном применении он в целом может еще достаточно широко применяться правда препятствует его широкому применению что прежде всего такой характерный не очень приятный запах и цвет и такого зеленовато коричневого цвета и кроме того при длительном применении может способствовать развитию рака кожи при ограниченном применении вполне возможно следующий препарат это ихтиол получающий получаемый из сланцевого известняка характерной особенностью является наличие серы наличие серы добавляет ему гигроскопичности то есть он наподобие резорцина и дегтя березового плюс выраженная водопоглощающие свойства особенно сухой ихтиол впитывая жидкость вытягивая жидкость из отечных тканей таким образом вот можно его накладывать в основном на неповрежденную кожу где имеется вот такая вот отечная отечное явление тимол тимол он в основном применяется не самостоятельно в виде консервантов фармацевтических препаратах различных достаточно широко он применяется во всяких значит аэрозолях так сказать может играть роль пропеллента в том числе при составлении комбинаций для аэрозолей различных ну нефть нафталантская достаточно специфический сорт нефти который добывается в азербайджане в районе города нафталана особенность этой нефти в том что она практически не содержит легкие фракции в виде бензина и керосина но тем не менее она обладает достаточно хорошими лечебными свойствами в отношении поражений кожи во всяких кожных высыпаниях и заболевания опорно-двигательного аппарата то есть ванны с нафталантской нефтью специальная мач нафталантская официальная и так далее группа бегуанидов единственный представитель хлоргексидина беглюканат который весьма интересен тем что относится к трем группам химически это бегуанид кроме того он хлор содержащий но не в отличие от хлор содержащих других соединений не оказывает выраженного корродирующего действия на металлы и хлор не выделяется в атмосферу в таком количестве то есть это достаточно стойкое соединение причем обрабатывать им можно многократно то есть он пригоден для многократной обработки в частности инструмента и наконец он относится к детергентам обеспечивающим его некоторые моющие свойства поэтому препарат очень популярен механизм действия его связан с взаимодействием с фосфатными группами поверхности клеток в следствии чего возникает смещение осматического равновесия нарушение целостности клетки ее гибель соответственно применяться он может для очень многих вещей прежде всего это можно обрабатывать операционное поле и руки хирурга то есть не вызывает ни ожога ни каких-то других негативных моментов можно применять для дезинфекции хирургического инструментария по сути дела это так называемая холодная стерилизация режущего инструмента также можно применять при различных гнойно-септических процессах то есть и раны и промывать полости вот последующие эвакуации такие как полость пучевого пузыря даже перитониальную полость можно промывать можно применять местно для профилактики венерических заболеваний и так далее то есть раствор очень широкого применения группа красителей группа достаточно старая но в целом сохранившая свое значение механизм действия всей группы это вытеснение водорода из соединений необходимых для обеспечения жизнедеятельности бактерий спектр действий этой группы относительно более узкий чем у других антисептиков характеризуется в основном грамм положительными микроорганизмами но также они достаточно хорошие оказывают противогрибковый эффект и соответственно имеет определенную область применения бриллиантовый зеленый в виде 1-2% спиртового раствора выпускается и действует в основном на грамм положительные микроорганизмы и грибы применяется при порезах при грандонячковых поражениях кожи достаточно хороший антисептик с относительно малыми раздражающими свойствами в отличии от спиртового раствора йода так сказать с которыми его чаще всего и сравнивают в этом применении и задерживается на коже существенно дольше основное применение имеет в странах СНГ за рубежом он также разрешен к применению но там он не получил популярности ввиду так сказать определенных косметических дефектов при его применении в основном же антисептик является достаточно хорошим метиленовый синий значит соответственно он имеет аналогичное применение как и бриллиантовый зеленый но обладает несколько меньшим раздражающим действием что позволяет его применять для промывания полостей тела вот при циститах и уритритах соответственно а также внутривенно как антидот при отравлении цианидами и окиси углеродой и сероводородом то есть он приводит к образованию метгемоглобина значит это крединолактат значит применяется в гинекологии хирургии урологии офтальмологии дерматологии красный раствор соответственно для обработки в основном поверхностей неповрежденных группа производных нитрофурана особенность этой группы заключается в том что большинство представителей данной группы находятся в классификации среди химиотерапевтических средств синтетических соответственно и спектр их действия относительно узкий граммоположительные и граммотрицательные бактерии стафилококки стрептококки кишечная палочка сальмонелла газовая гангрена и некоторые простейшие то есть спектр их существенно уже чем большинство типичных антисептиков однако один из представителей этой группы фурацелин или нитрофурал применяется исключительно наружно хотя он и выпускается в таблетках но это таблетки не для приема внутрь а для приготовления раствора соответственно этот раствор применяется для следующих моментов им хорошо промывать раны причем после перекиси водорода или там допустим салициловой мази то есть после того как рану вычистили вот кроме того он им можно промывать полости то есть если мы говорим о нитрофуранах как химиотерапевтических средствах мы говорим что они раздражают желудочно-кишечный тракт а вот если мы их будем сравнивать с антисептиками других групп то в целом раздражающий эффект у них небольшой поэтому ими можно достаточно хорошо промывать всевозможные полости кроме того обладают некоторым подсушивающим действием что является положительным при эпидербофитии то есть перековых поражений кожи следующая группа и пожалуй самая современная это гетергенты или поверхностно активные вещества сокращенно ПАВ механизм действия заключается в накоплении на границе раздела гидрофильный гидрофобный фаз то есть между скажем водой и жирами соответственно понижается поверхностное активное натяжение мембран клеток возникает нарушение проницаемости через мембрану проходит все подряд соответственно выходят биологически активные вещества и клетка находится в состоянии астматического шока происходит ее лизис и гибель причем активность не только в отношении бактерий но и в отношении грибов простейших и так далее то есть средства являются практически универсальны кроме того они обладают моющим противозубновым регенеративным дезодорирующим эффектом ими можно обрабатывать любые поверхности инструменты коррозии они не вызывают но соответственно их можно тоже классифицировать по химическому строению что дает тоже разное их применение и так по химическому строению они делятся первый уровень классификации это не ионогенные и ионогенные а ионогенные в свою очередь разделяются на анионные катионные и амфотерные причем следует отметить что анионные и катионные ПАФ между собой вступают в реакцию и инактивируют друг друга поэтому являются несовместимыми раз уж речь зашла о литергентах то сделаем так сказать общий обзор вообще детергентов как класса веществ прежде всего не ионогенные детергенты к ним относятся так называемые твины и спаны они обычно имеют номера и используются в фармацевтической промышленности в качестве консервантов в лекарственных формах то есть вы если будете так сказать читать аннотацию к каким-то лекарственным веществам лекарственным препаратам точнее и вы найдете в них допустим такое вещество как Твин 80 это будет соответственно консервант особенно это интересно для инъекционных лекарственных форм которые находятся в растворах и соответственно это увеличивает их срок хранения амфотерные детергенты их весьма мало мы вот некоторые из них прошли такие как йодофоры это йодонат йодопиридон и вот единственный амфотерный паф в качестве антисептика это амфолан в виде 30% водного раствора смеси катионных и амфолитных поверхностно активных веществ он применяется преимущественно для дезинфекции белья соответственно анионные детергенты это мыло зеленое калийное мыло спирт мыльный это устаревшие вещества которые в настоящее время практически ушли из применения и используются редко в основном нас будут сейчас интересовать антисептики которые являются катионными паф и по химическим структуре они являются четвертичными аммониями соединениями что делает их не всасывающими с кожных покровов то есть они работают исключительно поверхностно это их и плюс и минус соответственно но в большинстве случаев это все-таки положительное явление среди катионных паф прежде всего следует выделить те которые обладают более-менее выраженными моющими свойствами это цитилперидин и хлорид или в составе препарата циригель используется для одноэтапной обработки рук хирурга перед операцией дигмин в составе препарата дигмицид также весьма интересным препаратом является бензолкониохлорид он имеет очень много лекарственных форм прежде всего это в составе препарата ракал это раствор для обработки инструментария причем он так сказать интересен для эндоскопического инструментария для режущего для всех и обработки мебели и помещений также он имеется в вагинальных свечах и гели это так называемый аэротекс арматекс и другие коммерческие названия там он играет роль спермицида ну и так сказать обеспечивает подавление различные микрофлоры влагалища значит кроме того он существует в растворе для обработки раны ожогов при кожных заболеваниях и так далее следующий антисептик это итоний в основном он используется в виде мази и паст он хорошо очищает раны и обеспечивает обработку именно гнойных ран очищая их от отделяемого трещины и так далее есть стоматологическая паста на основе итония используется при пульпите декометоксин тоже достаточно широко применяемый литергент отличается тем что он может применяться не только в виде растворов для дезинфекции таких как дексант то есть при обработке ран половаже бронхов промывание пластей спринцевание и так далее также может применяться в виде глазных и ушных капель в офтальмологии и отолерингологии еще одна форма весьма интересная это септифрил таблетки рассасываемые в полости рта или так называемые оросептики мазь полисепт для обработки ран также декометоксин можно встретить достаточно широко в составе различных зубных паст и других комбинированных форм следующая мирамистин известный нам очень препарат тем более что его путевку в жизнь давала наша кафедра микробиологии которая проводила его микробиологическое исследование изначально этот препарат был заказан для космических исследований как препарат который должен был применяться в космосе и в результате получился довольно интересный препарат очень мало токсичный и в то же время практически с универсальным противомикробным и спермицидным действием то есть его можно применять для орошения для промывания полостей в самых различных областях медицин на этом мы лекцию заканчиваем спасибо за внимание